Да, действительно, с нашей последней встречи получилось так, что мы сейчас имеем самую, мы, я все-таки про свою команду говорю, не только про себя, которая мне помогает. Ребята, у нас самая высокая плотность выступлений, 321 мастер-класс мы провели, то есть, по сути, больше 200 перелетов в год, и я очень рад, что, так скажем, те участники мастер-классов, которые мне доверяют, что их становится все больше и больше, что то, что я рассказываю, мои инсайты про управление персоналом, про отечественную модель нашу бизнесовую, про то, как нужно себя тратить по-настоящему, что это находит отклик в сердцах людей, собственно, как и книга, так и мои выступления. Это супер, супер. Я не могу сказать, в чем секрет успеха, если вот про это хотите спросить, потому что мне кажется, что достаточно все банально, люди узнают себя. И даже на мастер-классах на своих я все время говорю, ребята, вы знаете, вы все знаете, вот пришли сюда поучиться, может быть, чему-то, не знаю, послушать меня, но, честно говоря, никто сегодня нового ничего не узнает. Вы все это знаете, просто далеко не все делают, а так, в принципе, интуитивно, либо на каком-то осознанном уровне мы все это делаем. Скорее всего, вы можете получить поддержку в моих словах, можете получить какой-то эмоциональный заряд, но нового контента, какого-то информации я не думаю, что вы прям получите. И в конце мастер-класса подходит ко мне много людей, там руку жмут, спасибо, было круто. Я все спрашиваю, вот вы сказали, было круто. А что нового узнали? А ничего не узнал нового, но было круто. Вот было круто. И потом, раз этот человек приводит еще своих друзей, в следующий раз мы, получается, выступаем в разных городах, и все больше, 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 больше в этих же городах аудитории, потому что сарафан на радио работает. Ты знаешь, я не знаю, насколько это правильно или прилично говорить, но вот сейчас такое звание есть, народный спикер, это не я сам себе придумал, придумали мои организаторы, они его называют народным спикером, потому что, ну вот как-то я вышел из людей, и я рассказываю людям про них же самих, ничего такого каких-то там, не про какие-то космические корабли, а про то, что творится на Земле, и как нам, таким одиноким руководителям, потому что руководитель все-таки он одиночка во многом, ты прекрасно понимаешь меня, да, вот, как одиноким руководителям добиваться высоких результатов. Что касается, как жить в этом графике, то я все-таки решил для себя, что это мое предназначение, вот, предназначение, и когда я выходил на рынок бизнес-образования, я думал, что это временно, не был уверен до конца, что я буду этим заниматься, но сейчас, после того, как я получаю очень много обратной связи, хорошей, хорошей обратной связи, одну из них я получил сегодня, когда я сюда ехал, даже сохранил себе, могу прочитать, вот, подобная обратная связь несколько раз в день уже меня посещает, смотри, я сейчас прочитаю, Максим, сейчас 5.50 утра, пишет человек, а я после вашего вчерашнего семинара уже 30 минут думаю над своей следующей суперцелью, после того, как достиг прошлый, построил дом, жизнь потеряла смысл, появился вакуум, который очень быстро заполнился мыслями о профессиональном выгорании, дауншифтинге и так далее, даже же ночью не развелся, а вот теперь я снова в строю, сейчас пойду и пробегу 7 километров, хочу встретить рассвет, решил каждый день делать с детьми зарядку, также сегодня у меня стратегическая сессия с семьей, определили для себя сверхзадачи, и в этом сегменте жизни тоже, мечта нужна, Максим, спасибо, вы очень крутой, но как вот я могу отказываться от этой деятельности моей после таких слов, и это одна из, ну, я говорю, в месяц там под 100 таких отзывов, я получаю, это конкретные вещи, про которые мне пишут люди, и я понял, что это, пусть будет мое предназначение, я называю вот так, переводить людей на новый качественный уровень, да, или помогать просто людям на новый качественный уровень переходить, потому что все делают они сами, без меня дальше, и когда ты знаешь, что у тебя есть какая-то миссия, ну, ты вот не просто деньги зарабатываешь, гастроли устроил по всей стране, а ты должен, ты хочешь повлиять на общество, на социум, ты хочешь помочь людям конкретным, которые пришли к тебе, они доверяют себя, они мне доверяют на целый день себе, вот, тогда, ну, это же, это же не работа, вот, это не работа для меня, это моя жизнь, это образ жизни, и я чувствую себя хорошо в таком графике, хорошо, мне, когда я никуда не еду, тут уже скорее мне некомфортно становится, потому что сразу там какие-то дурацкие мысли везут в голову и так далее, но в целом, так, конечно, это гонка, я много перемещаюсь, много выступаю, а если есть время какое-то свободное в городе, то я обязательно пытаюсь заполнить пользой, допустим, встречи с Артемом Никитином, вот, и, ну, это классная жизнь, ну, классная, потому что, знаешь, как вот, есть такая теория про ипокурейцев, и про стоиков, это две философии древнегреческие, да, они друг другу воинствовали, ипокурейцы, у них в основе лежало, что человек должен жить сам для себя, получать удовольствие максимально от жизни, вот, и все остальное по барабану, а стоики, стоики говорили, что надо быть сильным осознанно для того, чтобы начинать делиться, делиться и работать не только во благо себя, а во благо страны, общества, социума, и есть такая пословица, что любая нация начинается со стоиков, а заканчивается и пикурейцами, я считаю, что у нас стоиков должно быть больше гораздо, и я сам стоик, получается, по этому определению, я делюсь собой, и в этом есть большой смысл, так скажем, вот для меня, так что я нормально в этом графике существую, живу, и, судя по горизонту планирования, в полтора года вперед сейчас, когда расписано уже до девятнадцатого года все, покой нам только снится, покой нам будет только снится.